Ведьмак Субтитры сделал DimaTorzok Его Геральт из Ривия оказался максимально каноничным и приятным персонажем на экране. Поэтому даже если на заднем фоне вас-таки смущали местами проскакивающие толерантные личности, все самое главное и интересное все равно оставалось на главном экране. И теперь нашему любителю курочки будет не так одиноко. По уже подтвержденной информации, второй сезон разживется сразу несколькими актерами, которые сыграют весьма важную сюжетную роль в истории. Ведьмака Ламберта сыграет Пол Бульон, известный всем по сериалу «Острые козырьки», или по будущей экранизации «Дюна». А образ Ведьмака Кайона из «Повиса» воплотит на экране актер Ясен Атор. Увы, но Netflix по-прежнему остается вверен своим традициям, однако не стоит заранее вешать носы. Кайоны в оригинальных книгах был весьма третьестепенным персонажем, поэтому рассчитывать на регулярное неканоничное появление чернокожего Ведьмака на экране не стоит. И даже если мы столкнемся со второй волной коронавируса и кинотеатры вновь закроются, в этом нет ничего страшного. В скором времени состоится выход цифровой версии «Довода», и его стоит обязательно пересмотреть пару десятков раз для полного понимания картины. Но есть еще и легендарная классика. Достучаться до небес, достать ножи, добро пожаловать в Зомби-Лэнд. А знаете, что всех их объединяет? Додо Пицца! Мы все обожаем кушать что-то вкусненькое при просмотре кино. И Додо Пицца – это тот самый легендарный бренд, продукт которого наверняка придется по вкусу каждому киноману. Ведь ассортимент сети просто поражает. В Додо более 20 наименований пицц, помимо которых есть еще крутые закуски и вкуснейшие десерты. А в этом году компания запустила уникальное кинокомбо. При заказе вы сможете выбрать из списка сразу две пиццы 30 сантиметров и шесть мини-эскимо по весьма выгодной цене. Причем помимо этого в подарок Додо дарит сертификат на целых 30 дней бесплатной подписки в онлайн-кинотеатре ОККО. Сервис работает в России более 9 лет и стал настоящим пристанищем для любителей самых свежих фильмов-новинок. Каждый киноман найдет на портале что-то особенное для себя. А в сумме со вкусной пиццей вечер станет особенно незабываемым. Так что смело переходите по ссылочке в описании на сайт Додо Пиццы и заказывайте кинокомбо. И пусть ваш вечер станет чуточку интереснее и вкуснее. А вот уж точно какая новость вас сможет порадовать, так это официальное подтверждение Весемира во втором сезоне. Образ пожилого ведьмака на экране воплотит актер Ким Бодния, известный по сериалам «Убивая Еву» и «Мост». Конечно, новость порядком расстроила многих фанатов, так как абсолютное большинство считало Марка Хэммила идеальным Весемиром. Особенно после столького числа фан-артов. Однако шоураннеров проекта весьма легко понять. Во-первых, обратная сторона известности Хэммила говорит о его высокооплачиваемости. Оплатить второстепенному персонажу больше, чем основному касту актеров, было бы по-настоящему глупо. Во-вторых, возраст Энакина Скайуокера уже далек от тех цифр, когда Марк мог вытворять настоящую магию на съемочной площадке. Второй сезон гарантированно обещает нам много боевых сцен. И как главный наставник школы «Волка» он стопроцентно будет обучать Цири. И сложно представить, что 70-летний Хэммил смог бы активно фехтовать на съемках по несколько часов, два-три года подряд. Несомненно, Весемира не сольют за один сезон, и его персонаж будет частенько появляться на экране. Поэтому выбор 50-летнего, харизматичного и брутального Кима Бодня абсолютно оправдан. Как мы уже говорили ранее, сериал изначально не стремился рассказать всем известный сюжет игр, поэтому первый сезон начал повествование издалека. И вместе с каждым следующим сезоном мы будем видеть взросление Цири и становление еще более брутального Геральта. Еще одним бриллиантом в копилке сериала стал актер Кристофер Хивью, который в будущих сериях воплотит образ харизматичного Нивелена. Этот персонаж из аристократической семьи. Герой был проклят в раннем детстве за совершенные преступления, поэтому большую часть жизни Нивеллен провел в образе огромного получеловека-медведя-полульва. Так что, увы, ожидать привычный образ рыжебородого северянина на экранах не стоит. Актер будет наверняка на 90% покрыт высококачественным гримом, из-за чего Хивью будет совершенно не узнать. Хотя его образ медведя может быть приятной отсылкой на предысторию Тормунда из «Игры престолов». И если вы понимаете, о каких пикантных подробностях мы говорим, обязательно поставьте лайк под этим видео. В книгах Нивеллену был посвящен рассказ «Крупица истинный». Введение подобного персонажа в очередной раз доказывает, что сериал продолжит уделять внимание одиночным приключениям ведьмака. В первом сезоне такие истории отлично гармонировали с основным сюжетом, что только пошло сериалу на пользу. И если нас все-таки ждет экранизация «Крупицы истины», то в сериале можно смело рассчитывать на полноценное появление вампиров, которые в книгах играли весьма значимую роль. Также радует и то, что создатели проекта действительно прислушиваются к своим зрителям. Шоураннер Лорен Хисрич в одном из интервью разоткровенничалась и отметила, что первый сезон был для нее обучающим. И благодаря этому вместе с командой им удалось провести тотальную работу над ошибками. Прислушавшись к замечаниям со стороны, было принято решение об улучшении линейности повествования и изменении дизайна доспехов войск Нильфгарда. Что касается первого, то уже официально подтверждено, что сериал больше не будет использовать несвязанные скачки во времени, из-за чего первый сезон получил так много критики. Впрочем, мы в очередной раз хотим отметить, что подобный прием, наоборот, дал сериалу определенную изюминку, что так отличало его от аналогичной «Игры престолов». Сериалы типа «Мира дикого запада» и «Тьмы» также использовали схожие приемы, которые при том были в сотню раз запутаннее, но именно подобный ход давал зрителю интерактив и заставлял думать, вместо того, чтобы бездумно любоваться картинкой на экране. А вот с броней Нильфгарда все вышло весьма забавно. Огромное число фанатов после просмотра первого сезона отметили неканоничный, отвратительный дизайн костюмов, на что шоураннер Лорен Хисрич отнекивалась, отмечая разумный выбор брони, учитывая время, о котором говорится в сериале. Но, видимо, все же негативный след комментаторов не проходит бесследно, поэтому костюмы решили полностью переделать. Также помимо обновленного цикла повествования и дизайна брони, создатели сериала пошли на поводу у зрителей и заменили пару имен со съемочной площадки, ранее отвечавших за боевку. Многие, посмотревшие первый сезон, отметили в соцсетях малое количество экшена, в оставшихся семи сериях по сравнению с резней в главе кине из пилота сериала. Собственно, именно поэтому почти сразу же было объявлено о том, что ребята, стоявшие за съемками той самой сцены, теперь будут руководить всеми аналогичными кадрами в будущем сериале. Кресло хореографа занял Томас Хасикаглу, а координатором трюков выступит Адам Хортон, работавший ранее на Двойной Миров Зет и Девятым Форсажем. И, конечно, как и любой уважающий себя современный сериал, Ведьмак также не смог обойтись без новости о собственном спин-оффе. Первый сезон отгремел на ура, что на долгое время поставило Геральта в топ по просмотрам на Нетфликсе. Поэтому ребята решили не медлить и в числе многих позаботились о развитии собственной вселенной. Однако, несмотря на обширный оригинальный первоисточник, Нетфликс решили заморочиться и создать новую историю буквально с нуля. Спин-офф получил под заголовок «Кровавое происхождение». Сюжет шестисерийного приквела развернется за 1200 лет до истории Геральта из Ривии. В центре внимания окажется магический катаклизм, приведший к смешиванию нескольких миров. В результате на территории континента поселилось множество разных видов и рас. От эльфов и гномов до драконов и вампиров. Именно из-за катаклизма на континенте появился охотник на монстров. Первый ведьмак. Причем, по слухам, основным претендентом на эту главную роль является Джейсон Мамоа. Аквамен якобы находится на завершающей стадии переговоров, результат которых мы сможем узнать уже очень скоро. Шоураннером кровавого происхождения вновь выступит Лорен Хисрич. Компанию ей составит Диклан де Барра. А совсем недавно приятным бонусом для фанатов стал опубликованный официальный синопсис второго сезона. Согласно нему... Убежденный, что Йеннифер погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии привозит Цири в самое безопасное место – дом своего детства в Каэр-Морхене. В это же время за его пределами короли континента эльфы, люди и демоны ведут борьбу за превосходство. Синопсис был приправлен парочкой свежих кадров, которые, несомненно, отсылают к обучению Цириллы в Школе Волка и ее развитию персонажа в целом. К сожалению, в связи с начавшейся треклятой пандемией, весьма продолжительное время съемки второго сезона оригинального сериала были приостановлены. Однако «Ведьмак» стал одним из первых проектов, который ждал снятия ограничений, чтобы молниеносно вернуться на подготовленную съемочную площадку. Конечно, если бы не все эти обстоятельства, мы бы гарантированно увидели премьеру новых серий уже в этом декабре. Но стоит понимать, что ограничения коснулись всех, поэтому большая часть наших любимых проектов из-за недосъемок переехала на следующий год. Правда, среди всех них «Ведьмак» уже очень сильно выбивается в рамках готовности. Наверняка вы и сами знаете, что Netflix не особо любит слишком заранее объявлять точные даты релиза, и, как в случае со многими проектами, может делать это за месяц, а то и за пару недель до выхода. И учитывая то, что в сети постепенно стали появляться официальные кадры и синопсис второго сезона «Ведьмака», его премьеру мы действительно можем увидеть уже в январе или феврале 2021 года. Согласитесь, было бы неплохо получить такой подарок под Рождество. Ну а даже если премьера оттянется, то в ближайшее время нас точно ждет первый трейлер второго сезона, из которого мы как минимум сможем подчеркнуть пару десятков новых подробностей. И будьте уверены, не спойлер обязательно разберет их в числе первых. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok